Приветствую вас, поговорить я бы хотел больше, наверное, именно о том, кому вы адресуете свой вопрос. Именно вот, ага, именно по большей части кому вы адресуете свой вопрос. Дело в том, что психологи помогают человеку решить какую-то свою проблему, да? То есть вот если у вас возникли сложности, у вас возникли трудности какие-то, да? То есть, например, вот, допустим, та же самая история, что вы переживаете, да? Что вам обидно, что вам плохо из-за того, что, ну, мужчина как-то вот с вами поступил, да? Не очень хорошо. Вот в этом контексте мы можем помочь. Помочь вам опустить обиды, если хотите. Помочь вам увидеть какие-то именно ваши ошибки при взаимодействии, например, с мужчинами, да? Увидеть вашу, ну, может быть, ответственность за то, что вы делаете, за то, как вы делаете, за то, как вы себя ведете, например, по отношению к мужчинам. Вот. Это мы можем. Именно вот как психологи, да? Мы можем вам действительно в этом помочь. То есть психолог может помочь человеку решить его проблему. В том, что касается вас. Но психолог никак не может и не должен помогать человеку решать чьи-то другие проблемы. понимаете? То есть психологи не заставляют других людей делать то, что хочет клиент. Это, пожалуй, можно назвать манипуляцией, да? Вот. А манипуляция, в принципе, применяется, да? Например, в НЛП манипуляция применяется. Но для этого вам нужно найти именно специалиста по НЛП, а для того, чтобы он вам помог. То есть обучилась техникам, которые помогут вам подчинить другого человека и заставить его сделать то, что вы хотите. Вот в этом контексте, в этом контексте вам могут помочь. Ну, именно, именно психологи. Вот. Если же мы говорим о видах психологической помощи, ну, скажем так, давайте, наверное, назовём вещи своими именами, да? Если мы говорим о классической психологической помощи, клиентоориентированной психологической помощи, то здесь психологи вам помочь не могут. То есть единственное, что вы можете сделать, это подкорректировать своё поведение так, чтобы для мужчины оно, например, стало более значимым. То есть вам нужно как-то подкорректировать своё поведение, чтобы мужчина обратил своё внимание на вас, чтобы мужчина увидел вас. Чтобы мужчина увидел то, чего он не замечал, может быть, ранее, и рассказываться в том, что сделал. Но для этого нужно понимать, что между вами произошло. То есть из-за чего, собственно, ну, из-за чего вы поругались, поссорились, в чём конфликт? В чём ваша позиция в конфликте? В чём его позиция в конфликте? Понимаете? Вот, пожалуй, только так можно выяснить всю картину, и выяснив всю картину, уже тогда можно будет вам что-то рекомендовать по поведению вашему. Ну, например, вы можете выглядеть в глазах своего мужчины очень сильный, очень независимый. Вы можете выглядеть в глазах своего мужчины реально не такой, какой он видит вас. И для вас выходом из ситуации, из положения будет как раз-таки действие, именно действие, который обеспечит вам понимание, именно понимание со стороны мужчины такое понимание, что, ну, чтобы оно соответствовало вашему представлению о себе. И я полагаю, что вот именно это, именно этот момент, и является, собственно, самым важным здесь. Потому что именно от него зависит по факту то, что вы будете делать дальше. Если вас интересует именно это, именно вот данный аспект, то обращайтесь к любому, к любому из коллег, и мы, каждый из нас с радостью вам поможет в решении вашей проблемы. Если вы хотите проманипулировать мужчиной, то это к специалистам по НЛП, как я уже сказал. Ну, а если вы хотите, чтобы вам предсказали, помогли, как-то вот извне что-то сделали для того, чтобы мужчина был тем, кем вы хотите его видеть, то это, наверное, нужно к эзотерикам обращаться. Они вам в этом помогут куда более эффективнее, чем, например, психологи. Вот. Ну, то есть, давайте не будем отнимать хлеб у моих коллег. И все-таки будем различать, да? То, что можем сделать мы, психологи, то, что могут сделать коллеги, коллеги. Вот. Я полагаю, что именно так можно вам ответить на ваши вопросы. Почему я ничего не сказал по поводу того, что ваша мир, она, ну, ну, ни к чему не приведёт? Почему я ничего не сказал по поводу того, что вы, например, можете как-то что-то делать неправильно? Почему я ничего не сказал об этом? На самом деле ответ достаточно прост. Я не уверен, что вы хотите это слышать. Всё очень просто. Я думаю, что вы, в общем и целом, пришли с определённым вопросом, с определённой потребностью, и, в общем-то, хотите решить именно свою проблему. И я полагаю, что нравоучшения, которые могут, ну, как-то показаться вам очевидными в подобных ответах, не принесут никому пользу, ни вам, ни, собственно, нам. Поэтому, в зависимости от своих потребностей, я предлагаю вам и выбрать специалиста. То есть, более чётко сформулируйте свою цель. Так? Более чётко. Чего я хочу? Вот конкретно я. Чего хочу? Зачем мне это то, чего я хочу, например? Ну, для чего мне это? Вот. И, соответственно, уже вот в зависимости от данных аспектов можно будет исходить. Какого вам психолога выбирать для, скажем так, помощи себе? Чтобы и результат получить, да? И чтобы своё время понапросто не потратить. Мне кажется, что в первую очередь важен именно этот фактор, хотя бы для вашего спокойствия. Чтобы вы были уверены в том, что вы у того специалиста и что вы, ну, как-как-как-бы делаете именно то, что хотите. Вот. Я думаю, что именно так можно прокомментировать ваш запрос. Ну, а на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Я надеюсь, что вы сделали какие-то определённые выводы и дальше будете действовать вообще в соответствии с вот тем, что я сказал. Если у вас остались вопросы ко мне по психологии, я буду рад помочь вам. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Запис Tech